Ничего в мире так не заразительно, как смех и хорошее настроение, говорил английский писатель 19 века Чарльз Диккенс. А современные психологи, опираясь на многочисленные исследования и наблюдения, утверждают, что создателями позитивного настроения являемся мы сами, вне зависимости от окружения и обстоятельств. Так что все в наших руках. Именно с таким посылом предлагаю начать новый день. Доброе утро, с вами программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Екатерина Ильич Порок. У нас только самые актуальные и интересные новости из жизни региона. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Спортивное движение на Брещене. О том, как область отметит Международный Олимпийский день, поговорим в теме дня. Врата крепости. Исторические тайны легендарного мемориала открывает рубрика «Колица». Иванов день. Чего ждать от «Чуда ночи» расскажет гость программы. На календаре вторник, 23 июня. У наших предков этот день ассоциировался с началом купального сезона. И именно в этот день было принято заготавливать банные веники на целый год. Что ж, поспособствует ли погода купанию сегодня, узнаем от современных синоптиков. А партнер показа погоды – высокоскоростной интернет «Байфлай». Уверена, если речь идет об интернете, никто не откажется от высокой скорости. Тем более, если это тарифный план «Байфлай-рекорд», который специально внедрен компанией «Белтелеком» для оптоволоконных линий связи. Субтитры создавал DimaTorzok С вами программа «Утренний эспрессо». Встречаем новый день вместе. Более 100 семей Бреста претендует на 10 тысяч долларов. Как известно, уже с 30 марта органами социальной защиты Брещины ведется прием документов на назначение семейного капитала в виде безналичных денежных средств в размере 10 тысяч долларов. На сегодняшний день в городе над Бугом подано 138 заявлений. Ни одного отказа в назначении семейного капитала пока что не было, сообщили в территориальных центрах социального обслуживания населения Ленинского и Московского районов Бреста. Более подробно во всех тонкостях оформления семейного капитала можно прочитать на страницах региональных газет. А вот о чем еще пишут печатные издания Брещины узнаем из обзора прессы. 21-22 июня Брест с официальным визитом посетил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Подробности его пребывания на Брестской земле, участие в божественной литургии в Свято-Воскресенском соборе и митинги реквими в Брестской крепости, узнаете из сегодняшнего номера газеты «Заря». В Бресте финишировала масштабная патриотическая акция «Дорогами победителей». 15 автомобилей УАЗ «Хантер» и «Патриот» совершили путь по местам боевой славы от Волгограда до города над Бугом. 21 июня участники, а с ними и известные белорусские и российские музыканты, исполнители прибыли в Брест, где дали концерт. Об акции и выступлении группы «Любе» Ольги Кормухиной, Руслана Олехно, Дины Гариповой читайте в «Заре». Делегация деловых кругов Брестской области приняла участие во всемирной выставке «Экспо-2015» в Милане. Брещину на экономическом форуме представили руководители ряда крупных предприятий администрации СЭС «Брест», Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. О новых проектах и договоренностях, достигнутых в ходе переговоров в Италии, рассказывает «Заря». 20 июня в городском парке города Столино прошла познавательно-развлекательная программа «К Дню молодежи». С концертом выступил народный инструментальный ансамбль «Бриз». Подробности в свежем номере газеты «Новины по лесам». В Пинске праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, будут проходить на протяжении трех дней. В программе фестиваль молодежных инициатив, шоу представителей субкультур, парад колясок, фаер-шоу и не только. Чем еще удивят организаторы? Об этом в свежем номере газеты «Пинский Вестник». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Это события не обойдут стороной не только региональные, но и республиканские СМИ. Накануне 22 июня участие в митинге «Реквиеме», посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Приняли участие многочисленные гости и жители города над Бугом. Наш утренний корреспондент Татьяна Болтуть хронологию событий этого дня наблюдала из первого ряда. 22 июня в Бресте вспомнили, как началась война, как здесь защищали крепость, как стояли насмерть. Но прежде – последний мирный вечер 41-го. Все как и 74 года назад. Пары кружатся в вальсе, играют военные в форме 40-х, и девушки, одеты по моде того времени. Ты себя чувствуешь частичкой этого мероприятия. Ну, как бы ты попадаешь в тот день. В этот день на советской по традиции многолюдно. Звучит музыка, играют пары, они еще не знают, что завтра будет война. Конечно, это реконструкция прошлого, но от этого еще острее становится осознание того, что через несколько часов их жизнь разделится на до и после. Эпицентром мероприятий, приуроченных Дню памяти и скорби, по традиции, стал мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Здесь митинг-реквием, посвященный 74-й годовщине начала войны и обороны цитадели. На рассвете тысячи людей пришли в крепость, чтобы почтить память героев, которые первыми встретили наступление фашистской Германии. Участие в митинге приняло руководство Брестской области и города, представители многочисленных делегаций, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви отслужил в Николаевском гарнизонном соборе крепости за упокойную литью по погибшим воинам. Я от всего сердца желаю мира и процветания всему нашему народу, вне зависимости от национальности. Народу, который вышел из единой купели крещения, который сегодня живет в разных суверенных государствах, суверенитеты которого признаются и уважаются всеми. Но народ с его судьбой, с его историческим путем – это наш народ. Из-за него проливали кровь герои крепости. Мы никогда не забудем подвиг защитников цитадели. Он всегда останется образцом верности, героизма и безграничной любви к своей родине. По традиции на воду реки Бук были пущены венки. Цветы легли и к вечному огню в знак благодарности и памяти тех, кто стоял здесь насмерть в 41-м. А на заре на Кобринском укреплении крепости состоялась реконструкция событий обороны цитадели. Более 15 тысяч человек стали свидетелями этого зрелищного фестиваля. Недели героической обороны крепости уместились в реконструкцию длиной в час. Эмоции переполняют, очень интересно, ребенок прям уши закрывает. Нам все очень нравится. Это память такая, которая прям наворачивает все слезы. Достойно сделано, очень красиво так. Все как можно сказать вживую. Великолепно. Каждый год получается лучше и лучше. Все больше, больше народу часто. Более 600 реконструкторов из более чем 8 стран собрались, чтобы воссоздать первый день войны. Впервые в фестивале задействовали два танка Т-38 из Российского музея техники Вадима Задорожного. В июне 1941 года с помощью именно таких танков Красная Армия сдерживала натиск врага. Задумывалось это мероприятие, я имею ввиду реконструкцию. Это как продолжение митинга реквиема. Может быть несколько в другом просто формате. Но задача его, основная задача, это показать трагедию и тот ужас, который был 22 июня на Брестской земле. Это надо душой болеть этим, понимаете? Это надо реально болеть душой, чтобы этим заниматься. Мы с этими ребятами уже прошли не одно мероприятие, со многими уже почти как друзья семья. Когда пошли наши женщины собирать бойцов, у меня пришло слезы. Помимо боевых сцен, были восстановлены сцены плена женщин и детей, жестокие расстрелы фашистами мирного населения. Зрители не могли сдерживать слез. Слез в память о тех, кто шел к победе. И о тех, кто сделал к ней один, но самый первый шаг. Продолжая тему Великой Победы. 70 лет назад в 4 часа утра 22 июня 41 года началась Великая Отечественная война. И первой вражеских захватчиков встретила легендарная Брестская крепость. Эта информация ни для кого не является секретом. Но это вовсе не значит, что один из самых знаменитых исторических объектов Брещены не содержит больше тайн. Об истории крепостных ворот расскажет рубрика «Колица». Доброе утро! Сегодня мы поговорим не просто о Брестской крепости. Сегодня мы расскажем о вратах фортеции. Ну и начнем, естественно, на сегодняшний день с самого главного входа в мемориал. Сообщение о начале войны голосом Левитана, вой самолетов и призыв к огромной стране. Через бетонную звезду, врезанную в казематы, вы входите в мемориал. Ширина главного прохода более 18 метров. Высота железобетонного блока – 10. За блоком открывается история Великой Отечественной войны. Но вернемся к историческим воротам крепости, которые и сегодня вы можете увидеть. Некоторые ворота выводили за пределы крепости, другие соединяли цитадель с укреплениями. Из восьми ворот крепости сохранилось четыре. Пожалуй, эту купюру знает каждый белорус. По узнаваемым башенкам здесь легко угадываются Холмские ворота – основной символ Брестской крепости. Холмские ворота получили свое название от города Хелма, в направлении которых от ворот и вела дорога. Сами ворота были построены вместе с крепостью в 19 веке. Классический стиль сооружения сохранился. За долгие годы мы уже привыкли к красному кирпичу ворот, но недавно ворота стали белыми. Им вернули традиционный вид, правда, остались следы войны от орудий. Совсем рядом с Холмскими есть еще одни ворота, соединяющие цитадель и укрепления. Ну а по названию польского города Тересполь ворота и получили свое название – Тереспольские ворота. Кстати, некогда здесь находилось три этажа и даже две башенки сверху. На верхних этажах были баки для воды, которые снабжали водой цитадель. Ворота выводят к Бугу. Кстати, между Холмскими и Тереспольскими воротами вы можете увидеть слияние двух рек. Перед Тереспольскими воротами был даже некогда подвесной мост, окончательно разрушенный в Великую Отечественную. Именно тогда значительно пострадал и их внешний вид. Это северные ворота, которые выводили за пределы крепости. От огня противника защищали два бастиона ворот. Между прочим, некогда перед воротами находился деревянный мост, который в случае осады всегда можно было разобрать. Ворота толстостенные и могли выдержать сильный натиск. До сегодняшнего дня сохранились в хорошем состоянии. Также за пределы крепости выводят южные ворота. Их найти легко, как раз рядом с монастырем. Ворота, встроенные в земляной вал, в случае необходимости закрывались створками. Так что, когда в следующий раз будете входить в крепость, оглянитесь по сторонам стены ворот, вам тоже расскажут немало. Мы снова в студии программы «Утринний эспрессо». Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напомню, на календаре вторник, 23 июня. И сегодня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. О том, как он пройдет на Брещне, расскажет наша гостья. В студии директора представительства НОК в Брестской области Елена Белоконенко. Елена Леонидовна, доброе утро. Доброе утро. Насколько я знаю, мероприятия, приуроченные к этой дате, начались еще на прошлой неделе. Как это было? Расскажите, что именно проходило у нас. Да, действительно, Олимпийский комитет нашей страны объявил дату 6 июня. Не случайно, потому что 6 июня состоялись проводы нашей команды на первые европейские игры в Баку, где сейчас они успешно выступают и приносят нашей команде много-много медалей. Мы за них болеем, гордимся и ждем их с нетерпением, чтобы поздравить с таким успехом. Поэтому говорить о том, что один день мы празднуем, Международный Олимпийский день, в этом году немножко неправильно. Я бы назвала в этом году месячником Олимпийского движения. И много-много мероприятий в программе этого праздника. 6-го было начало, не только в городе Бресте, хотя в Бресте было большое мероприятие на грибном канале среди детских спортивных школ, но и во всех лагерях Брестской области прошли подобные мероприятия. 18-го числа у нас состоялся слет клубов «Юный олимпийц». Это и 8-я областная олимпийская спартакиада среди школьников. Это такое большое мероприятие. Проводится уже 8-й год подряд. И единственное представительство среди всех областных представительств, которые его проводят, это мы. Уже затронули игры в Баку. Самое главное спортивное событие на сегодняшний день. 9 спортсменов в составе белорусской делегации из Брестской области сюда отправились. Хороший ли это показатель для региона? Ну, я вам скажу, что всего спортсменов туда полетело 151 человек, поэтому 9 – это небольшой процент. Но в таких случаях, да, действительно можно констатировать, что меньше, чем хотелось бы. Но если приводить в положительный пример главное не количество, а качество, ведь не так давно мы в Сочи поехали самым меньшим своим составом и показали самый высокий олимпийский наш результат. Побили все свои рекорды и стали восьмой страной в мировой, вошли в десятку мировой элиты олимпийской. Поэтому один спортсмен может завоевать столько медалей, сколько могут не завоевать и 100 спортсменов. Ну, то есть здесь зависит уже от мастерства тех, кто поехал. И уже есть чем гордиться нам, правда? Да, сегодня мы говорим о том, что Олег Юриня – бронзовый призер первых Евроигр в Баку. До конца будем ждать успехов и от остальных спортсменов. Подготовка спортсменов-олимпийцев ведется круглый год. Как вы можете оценить техническую составляющую этого вопроса? Достаточно ли у нас всевозможных комплексов и объектов должного уровня для подготовки олимпийцев? Конечно, достаточно. Олимпийский комитет страны все время подчеркивает то, что Брестская область имеет прекрасную базу и из областных центров мы на первом месте по нашим спортивным объектам. Поэтому ждем отдачи от этих объектов в виде олимпийских наград. И не только в Рио-де-Жанейро, но и на всех международных крупных стартах. Ну и что касается дня сегодняшнего, 23 число, какие события еще ожидают всех причастных к данному празднику? Конечно же, 23 международный олимпийский день и эту дату знают во всем мире. И в этот день торжественная встреча сегодня состоится на Гребном канале с лучшими спортсменами, с тренерами, с руководителями. Поэтому наша вся олимпийская семья сегодня будет в сборе. Будем чествовать заслуженных, тех, кто завоевал высокие результаты в преддверии этого праздника. И, конечно, выражаем благодарность за такой тяжелый труд и спортсменам, и их тренерам. И за каждым спортсменом стоит большой состав людей, которые готовили. Поэтому всем огромное спасибо. И всех их не перечислить, но мы всех благодарим. Елена Леонидовна, спасибо за то, что это утро вы встречали вместе с нами. С праздником вас, удачного вам дня. Спасибо и вам. А я напомню о том, как на Брещене проходит международный олимпийский день. Мы говорили с директором представительства НОК в Брестской области Еленой Белоконенко. Тему спорта в эфире программы «Утренний эспрессо» продолжит Петр Бутрим. Как же часто в легкоатлетических метаниях успеха добиваются белорусские ребята из глубинки? Валерий Голубкович как раз из таких. Талант дискобула в школьнике из деревни Каролинка Минецкого района рассмотрел Александр Кондратюк. А его чутью, когда-то явившему миру Павла Лыжина, в училище Олимпийского резерва привыкли доверять. Кстати, именно у Павла пальму первенства в метании диска на последнем Кубке страны и перехватил 20-летний Валерий Голубкович. Исключительный в своем роде спортсмен. Если сравнить внешне моих соперников, я самый маленький из них. То есть есть побольше, повыше, посильнее. Я выхожу за счет скорости и техники. То есть у нас очень важно, чтобы было тело большое, чтобы разогнать диск. Там не как под копье, под молот, там уже свои, как бы, рост не очень важен. То есть в диске, в общем, важно, как бы, скелет должен быть высокий. Кто же не знал, что что-то может получиться. Смотришь, как бы, вырищешь 5-7, выбирая с них одного, а то и не одного. Ну вот так получилось, что повезло, наверное, мне найти его, начнете найти Пашу, ближе на того же. Здесь мне говорят, что у меня есть нюх. Очень важная крида, что увидите ученики. Оставив за плечами национальный рекорд среди юниоров по итогам прошлогоднего чемпионата мира в американском Ньюджине, Валерий с этого сезона уверенно шагнул во взрослый спорт. Удивительно, но переход на более тяжелый снаряд в 2 килограмма прошел гладко и без потерь в результате. У нас раньше обычно, если ты метаешь, как бы, юношеский диск, то вот юношеский, ты обычно отнимаешь где-то вот метров 5-7. То есть, да, обычно вот некоторые выстреливают очень далеко метап, например, в юношах или вот юниорах и уже не дотягивают до сейчас взрослого спорта. У меня получилось так, что я всегда в первый год повторял вот этот же вот результат на прошлом диске. То есть сразу же металл и как-то, как бы, сложностей с переходом у меня даже таки не было. Как бы, это очень-очень хорошо. На предстоящем командном чемпионате Европы в Чебоксарах Брестский дискобол будет одним из самых юных. Но похоже, что морально к новой для себя ступени наш атлет готов. Хотя без побочных эффектов порой не обойтись. Волнение есть, да, то есть, как бы, даже за день до соединования, то есть, как бы, в любом случае, ты знаешь, что ты будешь выступать, ты об этом думаешь. И справиться с волнением бывает очень тяжело. То есть надо как-то себя отвлекать от этого, как-то общаться с друзьями, гулять там по этому городу, в котором ты приехал, и как-то себя другим, как бы, так, вот, и занимать. А вот перед, как бы, самим выступлением, ну, ты что, ты, в принципе, знаешь, что ты делаешь, да, то есть, ты делал это вообще много раз, думаешь, ну, что, что надо хорошо успеть, да, то есть, движение поставить, и чтоб улетело чем-то до подальше. Главной особенностью представителя новой волны в одном из древнейших видов королевы спорта является его уникальная техника – Валерий Левша. Следовательно, все элементы броска от тренера к подопечному передаются в зеркальном отражении. Но и это влечет за собой не только определенные трудности, но и пользу. Если тренер, допустим, какой-нибудь там левый тренер смотрит на меня, он даже не понимает то, что я делаю. А мой тренер все-таки, и он мой первый самый тренер, он, как бы, ко мне уже привык, и он, как бы, видит меня как надо, то есть. И, как бы, уже, как бы, у нас с ним, как бы, такая, типа, взаимопомощь, что ли, мы там, это. И сейчас еще даже вот ветер, то есть для левши, если ветер левый, он сейчас, как бы, помогает, а правши наоборот. И так же вот, даже на основаниях, то есть, если мне может повезти, а может и не повезти. Неподдельное желание кропотливо работать над собой – рецепт успеха Валерия простой, но продуктивный. Планомерно, сантиметр за сантиметром, он движет спортсмена к новым целям и рекордам. Так надо работать, это, в первую очередь, что без труда ничего не будет. Как бы, должны, как у нас, вид спорта, то есть, нужны быть данные, нужна скорость, сила. Ну, основа все-таки – это работа, что без работы ничего не будет. Если хоть даже ты будешь одаренный, там, бесконечно, все равно, как бы, есть свой предел, и нужно себя, как бы, тренировать и совершенствоваться. Вообще, техника метания диска считается крайне сложной, ее оттачивание требует многих лет тренировок. Среди метателей топ-уровня редко можно встретить спортсменов младше 30 лет. Поэтому, скорее всего, лучшие образки Валерия мы увидим не скоро. Возможно, к Олимпиаде в Токио, а может быть и позже. Хотя и норматив для Рио выполнить все еще реально. До ближайшей Олимпиады, это через год, мне нужно добавить в величном рекорде 6 метров. В принципе, вот нет ничего невозможного, но это надо будет очень сильно так постараться. То есть, прям очень хорошо постараться. Ну, посмотрим, да, то есть, как еще этот год сложится. Ну, и следующий. А пока Валерий прибывает на шестом месте в текущем рейтинге молодых дискоболов Европы и готовится к своему первому международному старту во взрослом спорте. Нам же остается пожелать земляку встречного ветра, ведь в метании диска, в отличие от других видов, именно он несет снаряд еще дальше. Баянист из Барановичей покорил австралийских слушателей и завоевал Кубок Мира. Виталий Воронко занял первое место в австралийском международном чемпионате и фестивале аккордеона. Харизматичный артист Виталий Воронко родился в Барановичах и после 9 класса переехал в Минск. Дважды он проходил финал белорусского отборочного тура Евровидения, покорил украинские и российские одноименные конкурсы «Голос». После победы на Тихоокеанском Кубке Мира по баяну без правил Баянист еще не вернулся на родину, однако уже получил массу поздравлений к свой адрес. К коим мы и присоединяемся. Пока же в эфире программы «Утренний эспрессо» прогноз погоды на сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро! С вами программа «Утренний эспрессо» на календаре вторник 23 июня. Надо сказать, что день сегодняшний весьма насыщен многочисленными памятными датами и праздниками. Один из них дошел до нас с далеких языческих времен и до сих пор празднуется многими народами Европы. Что же такое Иванов день, чего ждать от чудо ночи, расскажет наш сегодняшний гость в студии этнограф Сафроний Жлоба. Сафроний Павлович, доброе утро! Доброе утро вам! Итак, Иванов день. Откуда пришел к нам этот праздник и в чем его особенности? В настоящее время это отождествляется с рождением Иоанна Крестителя. Но христианская традиция, этот праздник позаимствовала с глубокой первобытности. Когда-то это один был из солнечных праздников. Праздник, связанный с поворотом солнца к закату, к его упадку. Поэтому этот праздник праздновался у всех индоевропейских народов. И до настоящего времени он отмечается и у славян, и у германцев, и у романских народов, и у многих других народов. Связан он в первую очередь с летним солнцестоянием и с поворотом солнца на зиму. А каковы главные традиции, приуроченные к этому дню? В первую очередь это костры. Костры, которые жгли у всех народов. Но по-разному. У славян чаще всего, в частности у белорусов, в особенности на Полесье, это костры из отживших свое, отслуживших свое вещей. В особенности это стоптанные лапти, изношенная одежда, сломанные орудия труда, которые утром собирают молодежь, свозят на берег водоема, и из этих вещей складывают громаднейший костер. Чем больше, тем лучше, да? Чем больше, тем лучше. Совершенно верно. А вечером, перед закатом, за час-полтора, этот костер поджигают взрослые мужчины, которые добывают живой огонь при помощи трения в разных местностях. Тоже по-разному это происходит. И этот костер горит. Да, поджигает костер обязательно мужчины, у которых есть девушки на выданье. Эта традиция существует издавна, и в особенности до настоящего времени она дожила на Полесье. Ну, вы говорите о том, что он празднуется, этот праздник. Жив ли он у нас на Полесье где-нибудь, возможно, его празднуют в полной мере, или только какие-то отголоски дошли? Сейчас, в настоящее время, фактически он превратился, ну, скажем так, в клубное постановочное мероприятие. А вообще он характерен был для восточного и центрального Полесья. На западном Полесье он не бытовал. Здесь он привнесенный праздник. То есть он здесь искусственный. А вот на Пинщине, Ивановский район, Пинский район, Столинский район, Табрестская область, Лунинецкий район, там он был извечным праздником. Но вы лично принимали как-нибудь участие в таком празднике? Безусловно, безусловно. Расскажите, как это было? Ну, в последнее время мне очень хорошо запомнится, мы были на практике со студентами в Столинском районе. У меня был отряд сборный. Были украинцы, были поляки, были наши. И тогда у меня одна из полячек заняла первое место в конкурсе Мисс Купалья. Так что, даже так. Вообще, как вы считаете, какого значения вот этих аутентичных праздников, нужно ли их привносить сейчас в современность, или все-таки их нужно оставить истории? Я вам скажу, что хотим мы их привносить или не хотим, будем мы их изменять или не будем, они будут существовать сами по себе. Автентика, она существует. Она имеет такое свойство, сколько бы ее не давили, сколько бы мы не давили вот эту народную песню, сколько бы мы ее не аранжировали и так далее, и так далее. Она все равно возникает как песня народная, аутентичная, и она слушается лучше и приятнее все большим количеством людей. Точно так же с этими праздниками. Они будут изменяться, они будут дополняться новыми какими-то привнесенными обрядами. Ну, скажем, впускание фейерверков в деревне Теребличи – это новый обряд, который возник уже в конце 80-х годов. И только в этой деревне существует. Пытались его в других местах организовать, но там он не проживает. Это в Иванов день именно фейерверки был? Да, Иванов. То есть тоже ассоциация с огнем? С огнем, безусловно. Ведь огонь – это такая мощная сила, которой вы верили, да? Это уже, как, скажем так, местная традиция. И туда съезжаются на этот день машинами с окрестной, даже из Гомельской области приезжают, из Минской области приезжают. Именно посмотреть вот этот фейерверк. Ну, это очередное доказательство тому, что все-таки уйти полностью эти праздники, ну, никак не будет. Невозможно. Невозможно. Он будет дополняться новыми обрядами, новыми элементами, но уйти от него невозможно. Сафроний Павлович, спасибо за то, что это утро. Вы встречали вместе с нами. Удачного вам дня. Спасибо. Спасибо вам тоже и всем телезрителям. Очень хорошего дня. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. А я напомню о празднике, дошедшем до нас с языческих времен. Об Ивановом дне мы говорили с этнографом Сафронием Жлобой. 23 июня ознаменовано следующими событиями. 1751 год. Создан Слуцкий театр Радзивилла. Придворный театр сформированный на профессиональной основе. Принадлежал Герониму Флориану Радзивиллу. Показы начались, когда в Слуцк приехали первые артисты из Вены. Репертуар труппы составляли оперы на итальянском и немецком языках, балеты и драматические спектакли. А в 1876 году русский электротехник Павел Яблочков получил в Париже патент на изобретение электрической свечи. А вскоре электрическое освещение впервые появилось в парижском магазине «Лувр». 22 лампы переменного тока, свечи Яблочкова заменили 200 газовых рожков, что стало настоящей сенсацией. А в 1894 году в Париже на Международном спортивном конгрессе принято решение о возрождении Олимпийских игр. Именно тогда был создан Международный Олимпийский комитет. Первые Олимпийские игры было решено провести в Афинах. 1920 год. Родился Павел Кривонос, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командир взвода инженерно-танкового полка младший лейтенант Кривонос отличился при ликвидации вражеской группировки под Витебском. Броней своего танка закрыл танк командира полка. 1944 год. Войска 1-го Прибалтийского и 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов начали операцию «Багратион», завершившуюся 29 августа, разгромом немецкой группы «Армий Центр» в Белоруссии и Литве и выходом советских армий Квисле. Акция по восстановлению святынь проходит в Брестской области. Инициирована она Белорусским Республиканским Союзом Молодежи и Белорусской Православной Церковью. В рамках акции «Восстановление святынь Белоруссии» молодые люди знакомятся с духовным и культурным наследием, сохраняя и популяризируя традиции православного христианства. Волонтеры помогают в благоустройстве территории храмов, высаживают клумбы и кустарники. Также силами ребят окрашены детские площадки. Лавочки на территории храмов, укреплены фундаменты строящихся на территории храмов иконных лавок. О том, как еще интересно, и с пользой можно провести лето, расскажет и наш следующий материал. Екатерина Тарасевич. Там на неведомых дорожках, среди невиданных зверей, расположился в черте Бреста детский сад школы номер 7. Несмотря на самый разгар каникул, в ней по-прежнему кипит активная жизнь. Этим и оправдывается сказочная аллегория. На базе нашего учреждения ежегодно с 1 июня по 24 функционирует круглосуточно-отдорожительный лагерь «Сказка», который посещает 96 детей. Дети с удовольствием сюда ходят, потому что действительно лагерь «Сказка», и мы стараемся через сказку, фантазию, игру сделать детей, оздоровление детей интересным и незабываемым. В том, что дети спешат в лагерь с удовольствием, сомневаться не приходится. Чего только стоит их маленький подвиг с самого утра. Я просыпаюсь в 6 и чуть ли не опаздываю в лагерь на 8. Я ставлю будильник. Просыпаюсь раньше всех. Да, хочется успеть. Ну, чтобы не опоздать. Ну, и чтобы день заладился, необходимо правильно его начать. Заряд бодрости и хорошего настроения получен. Порция ритмичных движений под зажигательную музыку усвоена. Так что самое время поупражняться в знаниях правил дорожного движения. Те ребята знать должны? Правил движения! Молодцы! Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Выходная дорожка. Тротуар. Тротуар! Уважаемый наш светофор, переходим. Пожалуйста! В то же делу время, как говорится, а потехе час. Ежедневные спортивные нагрузки в летнем лагере никто не отменял. Гармоничное развитие, ощущение команды и дух соперничества. Все это может подарить детям участие в эстафете. Давай! Улыбка! Улыбка! Давай! Мы на занятиях, пусть на уроках и в неурочное время разучиваем отдельные эти упражнения, а потом все собираем просто это на соревнованиях, и у нас получается или спортивный праздник, или день здоровья. Ну и какое же летнее оздоровление без правильного и сбалансированного питания? В сказке этому уделяется особое внимание. Мы заинтересованы в том, чтобы в наше учреждение было организовано хорошее питание для детей. То есть дети питаются шестиразово, здесь обязательно идет витаминизация продуктов питания. Устами детей, как известно, глаголит истина. Поэтому кулинарная оценка маленьких гурманов для местных поваров выше всяких похвал. Есть, больше выбираются фрукты, йогурты, ну картошку, супы вкусные, все. Да, мы тоже кормят вкусно, но здесь все вкуснее. Аппетит хороший у нас всех, мы все съедаем. Что же касается аппетита творческого, то и здесь меню продумано досконально. Культурные мероприятия в лагере спланированы на каждый день, а пока погода благоволит, приятное совмещается с полезным. Учитывая, что лагерь школьный и находится на территории города, вот, поэтому стараемся максимально все мероприятия проводить на улице, на свежем воздухе. Это и подвижные игры, это и спортивные состязания, это, конечно, и какая-то культурная программа. Запланировано у нас еще посещение аллеи фонарей. Значит, в 12-й школе такой музей там есть у них, называется Брест театральный. Вот, ну и, конечно, с нетерпением дети ждут самого любимого посещения, это на теплоходе. Жду от поездки того, что она принесет мне удачу, силу и внимание. Все это, безусловно, может пригодиться уже в начале следующего учебного года. Ну а пока лето только началось, поэтому самое время наслаждаться солнцем, дружбой, ну и, конечно же, лагерем сказка. Дома нет, не весело. Дома нет друзей, в лагере есть. Ариша, Яна, Юрил. В лагере классно, весело. Ну, Никита сначала показывал куклу, ну, там кукла была, он так двигал, а потом Даник двигал куклой. И мы пели то, пусть бегут неуклюжие пешеходы, потом мы, не помню, какую песню пели. А вообще в лагере весело. Скоро дело делается, и в данном случае скоро сказка сказывается. Еще пару недель детский сад школы номер 7 будет рада своим юным посетителям. Ну а затем двери начальной альмаматор закроются, чтобы уже в сентябре вновь встретить своих учеников. Мы снова в студии программы «Утринний эспрессо». У нас только самые позитивные новости из жизни региона. Жители Брестской области стали более ответственно относиться к своему здоровью. К такому выводу пришли специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По данным проведенного ими социологического исследования, 50% взрослого населения и 58% лиц в возрасте от 15 до 18 лет за два последних года отношение к своему здоровью стало более серьезным. Почти 70% опрошенных считают, что в их семьях уделяют достаточное внимание здоровому образу жизни. Более трети взрослого населения и почти 64% молодежи регулярно посещают спортивные залы и оздоровительные комплексы. Согласитесь, информация не может не радовать. А вот порадует ли нас сегодня погода, узнаем прямо сейчас. Партнер показа прогноза погоды – высокоскоростной интернет «Байфлай». Уверена, если речь идет об интернете, никто не откажется от высокой скорости. Тем более, если это тарифный план «Байфлай Рекорд», который специально внедрен компанией «Белтелеком» для оптоволоконных линий связи. Продолжение следует... С вами была программа «Утренний эспрессо». Каждое утро мы продолжаем находить все новые и новые рецепты хорошего настроения. Один универсальный совет – взять на вооружение улыбку. Улыбнитесь себе, уходя из дома на работу. Обязательно улыбайтесь окружающим, и утро будет просто замечательным, ведь мир улыбнется вам в ответ. Меня зовут Екатерина Чапорок. Удачи вам рабочего дня и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова